Всем привет! Меня зовут Павел, и я манитейню несколько JavaScript библиотек, тусуюсь с разработчиками нескольких JavaScript языков. И сегодня я хотел бы поделиться инсайтом о том, как легко сейчас программировать функционально JavaScript. Так вот, JavaScript — это функциональный язык. Типа того, что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем лямбды, замыкания и небольшие хелперы в виде функций на прототипах, map reduce, filter и так далее. И этого достаточно? Конечно. На этом можно запрограммировать большую JavaScript функциональную систему. А комфортно ли это? Ни разу. Наверное, самая некомфортная из всех функциональных штук. Что же не так? Во-первых, это кривые ключевые слова. Каждый раз, когда мы объявляем функцию, приходится писать term, function и 13 символов boilerplate лишнего. Это совершенно не нужно. Во-первых, это, конечно, скобочки. Круглые, фигурные, нет статической типизации, нет оптимизации хвостовых вызовов, проблемы безумные с областью видимости, отсутствие констант и так далее. Оу. Эти штуки, map, filter, reduce, они, конечно, неплохие, но если мы хотим что-то свое добавить, нам приходится теперь определять метод на прототипе массива. А как все около ООП-шное, это не модульно ни разу, то есть она либо не может определить свой, там, fold 1, 2, 2, точнее, ну это кривовато будет. И еще это хреново производительности. Последние движки, конечно, оптимизируют, но остаток остался в виде идеи. Итак, solutions, решение этой проблемы. Мы хотим писать же функционально и просто. Я знаю, мы возьмем Haskell JavaScript, отличная вещь, и Closure Script. Да? Нет. Из Haskell JavaScript мы как-то не можем немного интероперировать с JWA, например. Closure Script создает безумно большие файлы, их нереально дебажить. Черт знает что. Да. Итак, нам нужен читабельный выклад JavaScript, хорошая интероперальность с существующими лимами, которые в допилан, и... простой дебав. Что у нас есть? Есть идея у кого-то? Рой. Coffee Script. Coffee Script. Правильно. Маленький отличный язык, компилируется в JavaScript. Один совсем используемый на GitHub, прямо после Object.xc и Perl. Используется в рельсах и так далее. Он сильно лучше функциональное программирование. Чинит многие болезни JS. Например... Ну-ка. Отлично. Здесь мы исправляемся от 13 символов более плейта. И анонимные функции выходят где-то такие же короткие, как на Haskell, например. Немного линии. На его ранге. Да. Нет скобочек, что есть хорошо. Есть списковое выражение. Есть фиксы скопинга. Т.е. Если бы это была JS функция, DISS был бы совсем другим. И это привело к безумной... Вернее... Ну, в общем-то... Однако, Coffee Script не чинит всех неудачных JavaScript. Например, LTE методы не работают на коллекциях, которые типа массивые, но не массивые. Вот, допустим, каждый раз, когда мы делаем запрос к документу... Дому. Дому. Да. Селектором. Нам выдает список HTML. И тут ничего не работает. Югня. Мы должны создавать лямбды даже для очень простых штук. И... Эта создает много ворит-плейта. В конце концов, даже списковые выражения вообще нереальные. Это, по сути, какая-то кривой index-прафесный for, который не оффлатенит результат с неправильным order. И я забыл, где-то по-русски будет. Пойдет. 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 Да. Ну и... Можно очень легко переопределить случайно переменную, которую вы определили немного повыше. Это просто ужасно. Рой. Решает? Решает много проблем. Вырешает. Вывод типов. Алгеморические типы данных. Паттерн-матчинг. Синтекс лимонад. Выглядит все круто. Но он не готов ни разу. Все еще очень много вещей, которых там нету. Live Script. Вот эта тема. Итак. Джерни Ашкенос взял JavaScript, добавил в Daruby и получился Coffee Script. Сатоши Мураками взял Coffee Script, добавил Perl и вышел Coco. Жора Захарим взял Coco, добавил Хахкеля, вышел Live Script. То есть это форму Coffee Script. Одним из главных преимуществ является довольно легкий перенос существующего Coffee Script кода. Все это в целом повышает штабельность. Например. CamelCase. Извечная проблема от JavaScript. Название длинных языков очень нереально там. Быстро прочесть. Coffee Script. Ой. Live Script добавляет концепцию Thierry. Например. Например. «Здорово» «Воротые» Концепцию Ворота Да, как-то так. То есть, по сути, он манглит имена идентификаторов, и получается этиматичный JavaScript-код в результате. И можно использовать кучу готового кода, и всё это будет безумно штабельно. А можно вопрос, вот для тех, кто на JavaScript не писал, можно переменные через тире писать или что-то другое? Переменные через тире, всё правильно. Ну, вопрос в том, что в тире запрещено в именах переменных или что? Да. Минус запрещено. Это минус. Минус. Это минус. Это минус. Это минус. Как вы можете его отобирать? Почему надёшь ровно? Вам удобнее Кэмэлкейс? Не вижу проблем с Кэмэлкейсом. Вопрос в перевычке. Почему не прочёркиваю? Хороший вопрос. Подчёркивание требует Shift нажимать. Каждый раз. Это менее читабельно. Ну, если почитать, это строк 200 кода с подчёркиваниями и с этими штуками. Да. А чем же тогда это удобнее, если здесь минус? Это операция. Можно же запутаться. А чтоб не запутываться, просто добавляют пробелы перед и после. Да. 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 Так вот, на чём мы остановились. Идёмте дальше. Окей, согласен. Да. Тут есть подробная конструкция из F-Sharp для, так называемого, Python. Т.е. мы можем писать массив, pipe map функция, pipe filter функция, и это будут реальные функции, а не методы на прототипах. Это позволяет писать реально модульный сжатский код. У вас есть стандартная библиотека, она довольно, так сказать, inspired стандартная библиотека Haskell, развивается по тихоньку. Там уже есть довольно много вязательных штук. Да. Все операторы можно использовать как функции. Т.е. в данном случае мы избавились от boilerplate акофискрипта. Просто пишем плюс два как Haskell. Довольно штабельно. Константы. И если вам лень каждый раз писать слово const, есть флаг компилятора, который при compile time выкинет ошибки при попытке триасигна. Сильно улучшенный скоупинг переменных. То есть проблем код скрипта больше нет. Сильно улучшена ассоциативность операторов. То есть код скрипту приходится заворачивать все в круглые сковочки, потому что он тупой и ничего не понимает. Оттуда достаточно в первом случае пробел написать, а во втором даже ничего не надо. Читается как английский. Реальные списковые выражения. Паттерн матчинг. Корирование. Вся стандартная библиотека построена, по сути, на корированных функциях, которые используются с этими пайпами. И если кто-то программирует на ноде, есть вот такая конструкция для неиспользования калбеков в общем. Главный вопрос, можно ли юзать его сегодня? Конечно. 1-0-0 Жора релизнет на этой неделе. Прекрасно. Депажа все, в принципе, довольно просто. Это, конечно, не ЕД с жабой, но тем не менее. Скоро добавят поддержку Source Maps и станет депажить так же, как JavaScript вообще. Если вы пишете, я снимал как приложение, юзать Plastic там тоже довольно просто. Есть и существует масса билдеров, типа Brunche, кто избавляет в основной боли. Node.js, он сам по себе не поддерживает ни киевский, кроме JavaScript, но если вы хотите его использовать там, достаточно добавить одну маленькую строчку в package.json, которая будет прикопилить весь Source при Republish. Ну и небольшое сравнение. Да. LiveScript, CoffeeScript, JavaScript, но его не видно. Слишком много кода. Раз. Два. Тоже не видно, но и я в Twitter запущу ссылочку на этот диск. QuickSort. Почти как Haskell. Вот, кстати, по поводу минусов. На CoffeeScript и JavaScript это так ужасно выглядеть, что нет смысла это показывать просто. И немного о будущем, буквально по слайду. Экма-скрипт 6. Появится, я надеюсь, в этом серии в следующем году. Его потихоньку принимают на все браузеры. From Firefox. Там добавят нормальную госвидимость для переменных. Там добавят эти самые compile-time константы. Там добавят этот короткий ситекс для функций из CoffeeScript. Там добавят оптимизацию для хвостовых вызовов. Там добавят реальные списковые выражения. Но все еще этот JavaScript будет. Слишком много мусора. Лишние скопки? Да. Нет. Внешние скопки? Внешние скопки лишние? Да. Нет. А на лишние скопки? Нет. Есть, есть. Есть, есть. Клубная штука имеет лишнюю круглую. Ну, да, в общем-то. Ну, да, в общем-то. Ну, это, 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 действительно, такие. Ну, вот сразу не было кого-то влажное. Кофискрипт 2. Эту, эту штуку пилит чувак, который очень много когда дебютил CoffeeScript. Его зовут Майкл Фикаро. Все это будет сделано по кошерным принципам дизайна компиляторов. Потому что сейчас в Кофискрипте сплошной герной код. Его нереальный мейтейн в принципе. Майкл Фикаро открыл проект на кикстартере и заработал 12 тысяч баксов. Поэтому он на этом full-time работает сейчас. Когда он закончит эту разработку, где-то с сентября-август, он создаст функциональный форк, так как сам он большой фанат фрасселя. И это будет где-то похоже на лайскрипт. Ну, может, что-то лучше. Лайскрипт скоро добавят вывод типов. Лайскрипт скоро добавят вывод типов, аннотации для чистой функции и оптимизация к настрою вызова. Итак, у вас есть три выхода. Это «use it last week», «ждать кофе 2.0», «ждать рок». Это всё. Вопрос. Я ради любого лайскрипта не в статистической ситуации? Динамической. Но это было в списке недостатков в Кофискрипте? Ну, давай учречку. Будут. То есть нет ни статистической депутации, ни оптимизации, ни оптимизации, ни оптимизации, и еще будет компетишем в виде кофер-скрипта? Да, да. Но это причем не его, а им фор. Да, да. Но это дерьмище, как? Нет. Дерьмище. У меня всё. Отлично. Как в этой штуке с инкроструктурой? Ну, то есть я вот приду к своим, значит, командам. Теперь пишу на Кофискрипте, они мне, типа, плагин к идее и, там, вот, плагин там. Это не сложнее, чем написать плагин для Кофискрипта. Просто форки плагин для Кофискрипта, элементарные, я думаю, пять строк отправить. То есть оно, в принципе, с этим можно работать? Конечно. Без проблем. Извиняем. Главный вопрос, как эта системе настроить на жалстый в том, в том, что они, во-первых, все разные, во-вторых, они меняются сами, в-третьих, они сменяют друг друга поколениями. И это всё развивается в течение, там, последних, я не знаю, двух лет примерно. За это время, без опов, наверное, пять-шесть было уже. Да. Но, собственно, а где, а как же жить дальше? Лев, ты уже здесь поставил. Как жить? В большем проекте как развивать, когда такой... Я объясняю. Кофискрипт был два года назад, есть час, есть тысячи проектов. Ну, Кобол тоже, да? Правильно. Можно писать на Коболе. Но не под... Но имеется в виду, что проект, если какой-то развивается, нужна какая-то стабильная база. И, к сожалению, этой стабильной базой не может являться финальной JavaScript, потому что финальный JavaScript, как правило, является достаточно дерьмой, который получается. Соответственно, если это было какую-то технологию, ты будешь продолжать на него сидеть, и со сайт-клаппу привыкли следующим, потому что, у тебя уже, как бы, правос ушел вперед, а ты сидишь с лейтс-кодом, который стал лейтси за полгода буквально. Надо быть гибче. Ну, это развитие системы. Все нормально. Есть такая штука. Я сейчас во все свои творения просто добавляю dependency в компилятор по JavaScript какой-то версии, и все будет нормально работать, и через 10 лет... Но если надо не умрет. Скорее всего, надо умрет. А если сломается версия, а ее некому будет чинить? Сломается? Ну, про программисты появилась новая версия. Да. Все перешли на нее. Да. Высекли на старое. Да. Ее никто не будет видеть. Да. В какой-то момент в ней находится критическая дырка. Как дальше? Что делать? Пес ее знает. Я бы сказал по-другому, Перл его знает. Перл его знает. Какая же проблема? Тоже статик, например. В Scala то же самое есть. В старой версии SPT, насколько я понимаю, регулярно выходят новые какие-то фичеры, которые поддерживаются уже в новой версии. Но ваш код, написанный на старом SPT, со старыми лидератетами, так просто не мегрируешь. То есть приходится что-то портировать. Ну, это боль всех таких новых вещей. То есть, либо обратная сторона медали, если мы говорим, окей, ладно, давайте все бэкбард-компатику, и в итоге остаемся на чьеме, у которых дженерики с Ирошуром. Это что-то будет. И там, и там будет пользование. Не, ну, а какие вот варианты есть? Вы хотите написать в этом приложении? В части нужно. На самом деле, наверное, это вопрос бизнеса, дело в том, что если вам сильно нужно будет, чтобы эффективно поддерживало, если будет сильный спрос, то она будет поделываться. А если не будет сильный спрос, то она не будет. Если вы хотите работать в числое, которое модерно поддерживало, будет сильный способ в будущем, Значит, вы не можете выстроить в мискаревистике, значит, вы работаете в какой-то другой сфере, не в собственной технологии, какой-то другой. Вот и все. Ну вот, вопрос такой, а в каких проектах вы используете LiveScreen, например, и как долго они поддерживаются? И какой у них жизнь медика? То есть вы сидите на проекте или вы меняете проекты два раза в месяц? Дело в том, что LiveScreen появился в этом году. Это естественно. Ну, CoffeeScript. CoffeeScript. Везде используют. Время жизни проектов какое-то? Более того, он поделился EcosSafe, CoffeeScript. Это сейчас проектировка, которая поддерживается. То есть это есть клей, да? Даже так, ну... Вопрос именно не про CoffeeScript сам, а про больших проектов, которые вы используете. Потому что, например, есть какой-то всем-то лист, который там... Ну или, например, лист Перса и Ирланд. И какой-то человек, он вперед, говорит, делает какой-то проекте, например, задача для Google и так далее. И считается, что он постоянно использует этот BasicWay. Но приятно, если посмотреть на жизнь рецептинга, он достаточно короткий, чтобы не замечать эволюцию экосистемы. Вопрос в том, что в вашем опыте вы замечаете эволюцию экосистемы во время жизни вашего проекта. Либо время жизни проекта меньше? Я понял. Время жизни проекта меньше, поскольку с CoffeeScript там... Я, как бы, познакомился всего полтора года назад. И значительных изменений в CoffeeScript за это время не было. Обычно все, что надо, чтобы апнуться до нового релиза, это изменить там 5-3 кода. Ну, вот из нашего опыта скажу, что мы в 2006 году написали JavaScript, и он прошел один системный такой открыт на JavaScript в следующем уровне. Это, извиняюсь, 6 лет уже прошло. И вопрос в том, что когда выбираются технологии, которые потенциально способны жить только, тут нужно уже думать. Вопросы, которые я задавал изначально, они направлены на то, что мы не создаем страницу, и хотим немножко, ну, разрастить нам сам, выбирать технологии, которые способны будут переживать следующее... Какие развития технологий? И мой поинт, который я еще не выставил, вот сейчас рассказываю, это то, что пока экосистема настолько нестабильная, что лучше подождать тот год или год перед тем, как более-менее сниверситироваться, если вы хотите развивать какую-то технологию. в другой период времени. Да, вполне, я согласен. Просто мне не хочется писать на JavaScript вообще, поэтому я пишу только на JavaScript, на LiveScript проектов, и все довольны, в принципе, заказчики довольны. Заказчик не меняется? Ну, в принципе, да. Да. Коби-скрипт, он живет потому, что в нем можно писать в оперативном стиле. Тут можно писать в оперативном стиле, тут есть поддержка PHP даже. Можно спокойно использовать его с подклоном для меня. Меня интересуют дом операций. Все примеры для LiveScript приводят к краске с массивами, какая-то арифметика. А вот JavaScript по сути работает с дом операцией. Да. Как с этим? Почему нет примеров? Я вообще тут кидал пример, но там был слишком маленький шрифт. Ну, вообще смотри, в чем здесь прикол. HTML5 приложение. Там как бы все дом операции, они засунуты в одну часть, правильно? Именно задано. А что это значит засунутся в одну? В юшку, например, МВП. И в чем вопрос? Улучшается ли работа с домом, если мы используем LiveScript? Если улучшается, то... Да. Улучшается. И вот эти операторы для Женина, которые я показывал, они работают на дом коллекциях. В случае, как из кента, вам придется использовать цикл. или можно сделать тоаррей и потерять производительность. Список элементов HTML, он и мутабельный как бы, и конвертить все это, это нагладно. Ну, в общем... Да. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ